Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров 24 в студии Екатерина Опенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Продолжается умеренный рост зараженных. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Кто должен убирать мусор в садоводческом товариществе? Очередное обращение в городской дозор. Не каждый грипп можно есть. Как правильно ходить на тихую охоту? Далее расскажем во всем подробно. Всемирная организация здравоохранения называла научным прорывом исследования лечения коронавирусной инфекции, проведенной в Великобритании. По мнению ученых, терапия с использованием дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов. Глава ВОЗ заявил, что это первое лечение, которое дало такие результаты. Лекарство подавляет активность иммунитета и останавливает цитокиновый шторм, от которого умирают многие инфицированные COVID-19. Однако его нельзя ни в коем случае принимать людям с симптомами легкой и средней тяжести заболевания. Если человек начнет использовать его раньше времени, то просто уничтожит свою иммунную систему, и спасти его будет практически невозможно. Также при длительном применении данное противовоспалительное средство может вызывать ожирение, диабет, остеопороз, глаукому и даже психические отклонения. Поэтому использовать препарат нужно с большой осторожностью под строгим врачебным контролем. В России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 перевалило за отметку в 560 тысяч человек. Почти 314 тысяч пациентов вылечились. 7 тысяч 660 россиян скончались. В Нижегородской области зарегистрированы еще 233 случаи заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано более 14 800 заражений. Свыше 5000 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении. У них болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Ситуация с распространением нового коронавируса в регионе постепенно начинает улучшаться. И хотя тенденции ежедневного прироста новых пациентов еще продолжаются, есть и хорошие новости. Количество справившихся с болезнью увеличивается. За последние сутки из больницы выписали 407 человек. В Сарове с начала пандемии зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прибавилось еще 17 больных. 110 человек выздоровели. В инфекционное отделение клинической больницы номер 50 госпитализировано 39 саровчан. У 15 из них болезнь протекает в средне-тяжелой форме. В Приволжском окружном медицинском центре лечится 8 саровчан. У двоих состояние тяжелое. Один переносит заболевание в легкой форме. Состояние еще пяти пациентов медики оценивают как средне-тяжелое. По наблюдениям медиков остаются 200 человек. За минувшие сутки на наличие COVID-19 было протестировано 389 горожан. В Китае произошла новая вспышка коронавирусной инфекции. Вирус обнаружили на крупнейшем рынке в Пекине. В столице Китая ввели военное положение. Район заблокировали. Но власти Поднебесной считают, что риск дальнейшего распространения вирусной инфекции в городе очень высок. В официальных группах Канала 16 в социальных сетях мы спросили у горожан, ждет ли Россию вторая волна коронавируса из-за вспышки в Китае. 60% участников опроса согласны с тем, что второй волны вируса не миновать. 15% отвергли предположение о том, что мир захлестнет новая волна COVID-19. Количество горожан равнодушных к происходящему на планете приблизилось к 25%. Еще более 1 миллиарда рублей направят на президентские выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 18 июня. Таким образом, с учетом денег, выделенных в апреле этого года, общая сумма субсидий медикам превысит 5 миллиардов 200 миллионов рублей. Напомним, по распоряжению президента России Владимира Путина с апреля в течение трех месяцев медики, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату от 25 до 80 тысяч рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Инспекторы пожарного надзора МЧС России к началу июля полностью завершат проверки детских лагерей и баз отдыха. Операция отдых началась в феврале, но остановилась из-за коронавируса. Специалисты полностью проверят систему оповещения, наличие и исправность средств пожаротушения, а также проведут инструктажи с руководством и персоналом по действиям во время чрезвычайных ситуаций. Этим летом по стране количество учреждений детского отдыха не превысит 7 тысяч. В Краснодарском крае с 21 июня снимут карантин. На Кубани с начала июня не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом среди отдыхающих. По словам губернатора, регион возвращается к режиму повышенной готовности. В зависимости от эпидемиологической обстановки постепенно будут сняты оставшиеся ограничения. С 21 июня возобновляется работа всех местных гостиниц и отелей. В рамках первого этапа общероссийской акции «Призывник» Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области совместно с Нижегородским областным наркологическим спонсером организован цикл из шести видеолекций, направленных на профилактику незаконного употребления психоактивных веществ. На протяжении двух недель в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Образование 52» будут публиковаться видеоэкспертов. Бункеров для сбора ТКО нет. В дачнике вынуждены складывать накопившийся мусор в кучу. В итоге бытовые отходы разлетаются по территории, портят внешний вид садового товарищества и создают антисанитарные условия. Жители пригорода рассказывают о том, что часто видят на месте свалки крыс. Не добившись вразумительного ответа от председателя садоводческого товарищества, дачники обратились в рубрику «Городской дозор». В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Стихийные свалки в микрорайоне Балыково – уже привычная картина для местных жителей. С начала года они добиваются вывоза мусора с отдельных участков. Также с зимы саровчане требуют установки контейнеров от председателя садоводческого товарищества «Красная звезда» и администрации города. В начале зимы их просто убрали, эти контейнеры, и образовалась вот такая свалка. Значит, свалка – это непонятно совершенно, чья это свалка и кто ее должен убирать. То есть, чья зона ответственности. Города ли, потому что здесь поселок, и жители выносят мусор также сюда. То ли это садоводческое общество «Красная звезда», они должны вывозить. В общем, непонятно. Галина Ткачук регулярно проезжает мимо одной из таких свалок по адресу Дорожная, 37. По словам женщины, ситуацию усугубляет то, что мусор расположен вблизи продовольственного магазина, что недопустимо по санитарным нормам. Под палящим солнцем или от случайно брошенной сигареты отходы могут загореться, и тогда пожар затронет все ближайшие дома. Крысы бегают, мы их видим, эти крысы. Мы даже давим машинами, когда проезжаем. Кстати, что еще хочу сказать. Значит, вот свалка до таких размеров разрослась, что скоро здесь не сможет проехать большая машина. Это может быть и скорая помощь, и пожарная машина. Мы, соседи по даче, они обращались к председателю нашему, к Шестакову. Значит, нам обещают постоянно убрать от мусора. Но извините меня, когда это будет? Председатель садоводческого товарищества Валентин Шестаков утверждает, что места сбора мусора в Красной Звезде изначально не были предусмотрены. Контейнеры, которые раньше стояли в Балыково, относились к городскому имуществу. После того, как их убрали, остров стали вопросы, куда выкидывать мусор и как его убирать. По информации от администрации города, в начале июля некая частная организация заключит контракт с региональным оператором. Свалка будет ликвидирована, в Балыкове снова установят контейнеры и вывоз мусора будет регулярным. Выполнят ли власти свои обещания? Скоро узнаем. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Интернет уже давно стал универсальной площадкой. Во всемирной паутине люди общаются, слушают музыку, смотрят фильмы, покупают вещи и расплачиваются за услуги. Мошенники тоже активно осваивают современные технологии. Украсть деньги с банковской карты для них сегодня не сложнее, чем вытащить из кошелька. О том, как не стать жертвой преступной схемы, смотрите в следующем репортаже. Онлайн-платежи и переводы – это легко и удобно, но при этом важно быть очень внимательным. Мошенники тоже освоили новые технологии. Эксперты напоминают, что сотрудники кредитных организаций никогда не просят сообщить им коды и пароли. Если вам звонят и просят сказать пин-код, три цифры на обороте вашей карты, CVC-код, либо сообщить секретный пароль из SMS-сообщения, положите трубку. Если вам поступил звонок и говорят о том, что ваша карта заблокирована, или по вашему счету проведена подозрительная операция, прервите данный разговор. Чтобы выяснить все подробности финансовой операции, в банк нужно позвонить по телефону, который необходимо посмотреть на официальном сайте финансовой организации. Лучше не перезванивать на тот номер, с которого вам поступил звонок, поскольку мошенники научились подделывать такие номера. Сотрудники Главного управления МВД по Нижегородской области и эксперты Центрального банка проанализировали, какие схемы активнее всего применяют злоумышленники, чтобы получить чужие деньги. Результатом работы стал совместный просветительский проект по противодействию финансовому мошенничеству. Были подготовлены наглядные советы, как вести себя в той или иной ситуации, чтобы сохранить свои сбережения. Полиция просит прислушаться к рекомендациям и довести их до старшего поколения своих семей, друзей и знакомых. Преступники делают ставку на невнимательность и доверчивость людей. Поэтому элементарные правила кибербезопасности следует помнить и соблюдать всем без исключения. Если злоумышленникам все же удалось обмануть вас или ваших близких, обратитесь в правоохранительные органы. Елена Грязкова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Теплое и дождливое лето обещает хороший урожай грибов. Любители тихой охоты уже стали выезжать с корзинами на свои любимые места. Но грибное застолье может аукнуться больничной койкой. И дело не только в ядовитых грибах. Отправляясь в лес, нужно помнить о правилах сбора грибов. А вернувшись полными корзинами, грамотно провести обработку своих находок. Сбор грибов, или как его еще называют, тихая охота, привлекает саровчан возможностью прогуляться на свежем воздухе и впоследствии приготовить интересные блюда. Только когда и в каких местах лучше всего это делать, знают немногие. Таким неопытным грибникам, например, как я, с первого взгляда отличить съедобный гриб от несъедобного довольно трудно. Халатные отношения к их выбору часто приводят к отравлениям. Бывалые грибники советуют начинающим вооружиться книгами, в которых есть подробное описание видов с характеристиками и типичным местоположением. Хорошим помощником может послужить издание «Грибы» Федора Федорова. У меня есть, что нужно знать грибнику о грибах, как есть съедобные, условно съедобные, ядовитые. Есть охрана грибных ресурсов и разведение грибов. Сейчас же очень многие люди выращивают грибы. Это, в принципе, правильное решение, потому что мы же не всегда знаем, в лесу экологичную зону или нет. Выходить на тихую охоту лучше с утра, особенно после мелкого дождя. Нельзя собирать грибы во время длительного периода жаркой, сухой погоды. В таких условиях в них скапливаются токсичные вещества. Не рекомендуется искать грибы в черте города, а также в близи сельскохозяйственных полей. Для получения хорошего урожая там нередко применяют пестициды. Специалисты призывают не покупать грибы и заготовки из них у незнакомых людей или в местах несанкционированной торговли. Не рекомендуют собирать грибы вдоль различных дорог, как автомобильных, так и железнодорожных. Потому что все, что попадает в окружающую среду при сгорании топлива, соответственно, попадает и в грибы. Это различные соли тяжелых металлов. И человек тоже может получить пищевое травление не микробной природы. Не рекомендуют собирать грибы, которые выросли у заводов, у фабрик, нефтехранилищ, автозаправок. Класть грибы лучше в плетеные корзины, чтобы они дольше сохраняли свою свежесть. Обрабатывать их необходимо в день сбора. При обработке грибов, прежде всего, вы их разбираете и сортируете. Разбираете грибы, каким образом выкладываете их в этот же день. И смотрите, если, не дай бог, вы по ошибке положили в корзину несъеданный гриб, его тоже нужно выбросить. Безжалостно выкидываете в мусорное ведро. Грибы червивые, мятые, переросшие грибы. Все это выкидывается в ведро. Распределите грибы по группам. Каждый вид требует индивидуальной обработки. После сортировки их нужно почистить и тщательно промыть, замочить и отварить. По словам эксперта, употреблять в пищу без термической обработки можно только те грибы, которые относятся к безусловно съедобным. К ним относятся белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, шампиньоны, опята и лисички. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Проект «Ноклеокит» существует уже более 10 лет. Он объединяет творческих детей из городов в присутствии госкорпорации «Русатом». Из года в год саровчане проходят отборы под руководством профессиональных хореографов, актеров и вокалистов, ставят мюзикл, который показывают в разных городах России и ездят с гастролями за границу. В этом году «Ноклеокитс» пройдет в онлайн-формате. Анжела Доронина будет участвовать в проекте «Ноклеокитс» уже шестой раз. В 2017 году девочка исполняла в нем главную роль. Для юной вокалистки это особенный проект. Несмотря на участие в «Голосе» и других крупных конкурсах и шоу, Анжела выделяет для себя «Ноклеокитс». Это безумно добрый проект. Там все дети между собой очень дружат. И даже после проекта мы все общаемся. И он очень многое дает. То есть, к примеру, если ты был певцом, то ты станешь еще и актером и танцором. Вместо живого кастинга отбор «Ноклеокитс» в этом году проходил дистанционно. Участники отправили видеовизитку с записью танца, чтения, стихотворения и песни. Обычно «Ноклеокитс» — это репетиции с профессиональными педагогами на московской сцене, выступления перед публикой, гастроли по разным странам. В этом году проект впервые пройдет в онлайн-формате. Как это будет выглядеть, Анжела пока не знает. К репетициям исполнители приступят в июле. В этом году будет, скажем так, для всех детей непривычно, поскольку будет проходить дистанционно. И нам, на самом деле, самим интересно, каково это будет, и будет ли оставаться та же самая атмосфера. Но безумно интересно попробовать. Пока что, на самом деле, нам ничего не говорят, поскольку работа начнется только с июля. Но все уже безумно ждут, и безумно интересно, как это все будет происходить. Всего в проекте в этом году примут участие 70 детей из городов в присутствии атомной отрасли. Помимо Анжелы, в списке еще несколько исполнителей из Сарова. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана Прайм. Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru